Это программа День с толком в студии Мария Мацаева. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. День с толком в студии Мария Мацаева Сложная обстановка на дорогах краевой столицы не просто сохраняется, а усугубляется. Приближается Новый год и все большее число барнаульцев в уходящем стремится доделать важные дела, в том числе закупиться в торговых центрах. Большой трафик создает плотные заторы на улицах города. Девятибальные пробки каждый вечер и утро, но и днем свободно уже не проедешь. Ко всему прочему добавляется армия школьников, которых везут в культурные учреждения города на новогодние елки. Напомню, этой зимой их посетят 40 тысяч учеников. Для того, чтобы движение автобусов с детьми и пеших колонн было безопасным, их сопровождают полицейские и ДПС. Автомобилистам стоит учесть, что происходит это на проспекте Ленина, Красноармейском, Строителе, Комсомольском, Павловском тракте и Молодежной улице. Добавим, что с завтрашнего дня синоптики прогнозируют в Барнауле снегопады, которые к понедельнику должны перерасти в метель. Своевременная очистка дорог – еще один фактор, который облегчит или нет нашу жизнь в предновогоднее время. По сообщению мэрии, сегодня днем на дорогах работает 145 транспортных средств для уборки снега. Еще почти 130 рабочих очищают улицы и посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки и лестницы. Чиновники подчеркивают, посмотреть, где находится дорожная техника, можно в реальном времени на сайте администрации. Например, в момент подготовки этого материала 25 машин работали в районе Павловского тракта на улице Попова, проспекте Калинина, улице Челюскинцев и Зминогорском тракте. А теперь к другим темам. Шинный завод в Барнауле не полностью остановил производство после пожара. Порядка 40% сотрудников продолжают работать на предприятии, сообщил накануне мисс-министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. Известно также, что завод намерен приобретать резиновые смеси у других компаний. Это нужно для скорейшего возобновления его работы. О ситуации крупного предприятия региона, которое серьезно пострадало недавно от пожара, продолжат мои коллеги. В течение трех месяцев шинный восстановит производство минимум на половину своих мощностей. Такие планы озвучивает руководство предприятия. Нортеку и Ярославскому шинному заводу, который выпускает шины для самолетов, вертолетов и наземной военной техники, нужно выполнять оборонные заказы. Простой, недопустим. Поэтому пострадавший цех разделили на части. Уцелевшую намерены уже использовать. И это не все идеи руководства. Для оперативного запуска производства и обеспечения выполнения государственных заказов предприятий достигнуты договоренности о приобретении полуфабрикатов у сторонних производителей. Пожар произошел в цехе подготовки резиновой смеси. Этот полуфабрикат будут закупать. Плюс какой-то процент смеси предприятие будет производить самостоятельно. Часть техники во время пожара была в другом цехе. Поэтому 40% штата сейчас работает. По информации на сайте Нуртек, на шинам 1636 сотрудников. В простой, таким образом, почти тысячи человек. Для них сохранили две трети зарплаты и направляют в другие цеха, подразделения, а также на ремонтные работы. Также изучается возможность временного трудоустройства работников предприятий на другие производства, например, Ротор или Барнаул Трансмаш. Однако это не всегда возможно с учетом разницы в специальностях. Сейчас в сгоревшей части цеха проводят экспертизы и только потом начнется восстановление. По словам Химочки, прорабатывается вопрос финансовой помощи заводу для ремонта и для покупки оборудования. По информации Нуртека, там планируют установить современную технику, с которой мощность завода в сравнении с допожарным временем вырастет вдвое. В Крае продолжает осложняться эпидобстановка по гриппу и ОРВИ. На сегодняшний день зарегистрировано уже больше 38 тысяч заболевших. На карантин полностью сегодня закрыты три школы и семь детских садов. Частично закрыли более 800 классов, что на 400 с лишним больше, чем неделю назад. И 408 групп в дошкольных учреждениях, что на 80 больше, чем ранее. Больше всего заболевших зарегистрировано в Барнауле, Заринске, Бийске, Рубцовске и еще в девяти районах края. Переносят вирус зачастую люди нелегко. У многих высокая температура, головные боли и ломота в теле. В 31 случае специалисты выявили вирус свиного гриппа. Это на пять больше, чем недели ранее. Добавим, сегодня федеральные эксперты Роспотребнадзора сообщили, что этот эпидсезон по гриппу может оказаться сложнее обычного. Прокуратура запросила четыре года в колонии поселения для девушки, которая сбила фельдшера на трассе. Речь идет о резонансной истории, которая произошла в октябре прошлого года на трассе Барнаул-Новосибирск. В тот день на трассе произошла авария, на которую выдвинулась неотложка. Фельдшер Валентина Катенева находилась на обочине возле машины скорой помощи. В этот момент ее сбил автомобиль, который, по словам очевидцев, вылетел на обочину на высокой скорости. Женщина получила множество травм, несовместимых с жизнью. За рулем автомобиля была молодая девушка Дарья Волокитина. В ходе следствия выяснилось, что она двигалась по трассе в сторону Новосибирска в машине своего приятеля, у которого даже не было водительских прав. В какой-то момент девушка сама села за руль и, буквально проехав 800 метров, сбила фельдшера, не справившись с управлением. Несмотря на то, что на трассе уже до этого произошла авария, стояли сотрудники разных спецслужб. Девушка не снизила скорость, проигнорировав знаки и проблесковые мячки. Сама она говорит, что не помнит обстоятельства трагедии. Сегодня на заседании подсудимая была против видеосъемки. Добавим, родственники погибших говорят, что за все время они не услышали искренних извинений. Кажется, отец даже больше просил прощения ее родной, нежели чем она. Она как-то так, по-сухому. И даже пройдет так, здрасте, так, между прочим. Всего два раза, по-моему, она просила у нас извинения, не прощения, извините. Можно попросить извинения 300 раз просто так, извините, извините, извините. А можно один раз, с большой душой. И этого бы было достаточно. Она ведет себя вообще нельзя так. Сегодня сторона обвинения запросила для Волокитиной 4 года лишения свободы в колонии поселения. Однако адвокат подсудимый полагает, что смерть фельдшера – всего лишь череда случайностей. По мнению защиты, Волокитина должна понести наказание условно, без изоляции для общества. Но семья погибшей будет настаивать на реальном сроке. Планируется, что послезавтра судья вынесет приговор. А теперь к другим темам. Владимир Путин вручил звание заслуженный врач Российской Федерации алтайскому анестезиологу, который посвятил Краевой клинической больнице 51 год. Валентина Игнатьева стояла у истоков организации анестезиологической службы в Алтайском крае. За годы своей работы обучила десятки специалистов районных больниц. Только за последние три года Валентина Игнатьева подготовила 12 врачей для работы в палатах интенсивной терапии сельских больниц. Несмотря на возраст, она продолжает работать. Также в Москве наградили званием заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Колосову Галину. Она работает старшей медсестрой ревматологического отделения. В Барнауле одинокая пенсионерка, которая в данный момент может передвигаться только на костылях, пытается добиться места в интернате. Соцзащита выделила бабушке сиделку, но та приходит строго по определенному графику. В оставшееся время пожилая женщина не может себя обслуживать. Каждый шаг причиняет ей боль. Как быть в такой ситуации одиноким пожилым людям? И куда обращаться? На что рассчитывать? Ответы в нашем сюжете. Господи, у меня дверь открыта с утра до вечера. Заходите, убивайте. Я вам спасибо скажу. И все, эвтаназия нужна мне. Все, самое главное. Ой, я устала. С таким пессимистичным настроением Людмила Алексеевна встретила нас. Говорит, устала жить с невыносимой болью. В октябре пенсионерка упала в обморок и сломала шейку бедра. Оформить инвалидность не получается. Бюрократия со справками и ходьба по кабинетам для нее сейчас непреодолимые препятствия. А физические страдания уже привели к психологическим, рассказывает женщина. Я этот мир просто давно не понимала. И когда оказалась в такой ситуации, думаю, боже мой, как же так? Я не могу двигаться, ничего, мне кричат по телефону. Вам не нужна сиделка? Представляете, не нужна вам сиделка. Они лучше знают. Детей и внуков у Людмилы Алексеевны нет. Родственники захаживают нечасто. А соседей обременять не хочется, говорит пенсионерка. Сиделку соцзащита предоставила. Но каждый ее визит бабушка ждет как праздник. Ведь он такой же редкий и мимолетный. Дежурный работник приходит строго по графику. Лишь на час и два раза в неделю. На большее время выделить человека, как выяснилось, ведомство просто не вправе. Минимум, что можно сделать для меня в данной ситуации, это чтобы каждый день соцзащита выделила мне сиделку. Чтобы она приходила не меньше, чем на пять часов. Мечта Людмилы Алексеевны – место в хорошем пансионате. Но проживание в частном – уровень золотых стариков, говорит пенсионерка. Она государственный, она смотрит с опаской. Там часто не хватает мест, да и условия, по словам бабушки, непредсказуемы. Я давно помню, что дом престарелых, он ассоциируется как-то с чем-то негативным. Но на самом деле здесь у нас средняя продолжительность жизни у проживающих 85+. Здесь у нас достаточно персонала, чтобы было чисто. И достаточно персонала, чтобы все получили необходимый год. В Барнаульском дом-интернате 300 мест. 217 сейчас заняты. Но после нашего вмешательства соцзащите заверили. Людмилу Алексеевну в пансионате готовы принять. В госинтернатах от пенсии постояльца по закону забирают на содержание человека 75%. На руках оставляют лишь 25. Справедливо ли это? Отчасти вопрос риторический. Каждый судит по совести и кошельку. Что же касается нашей бабушки, она в итоге подписала документы на путевку в пансионат. И Новый год уже будет встречать не в одиночестве. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Пирожки и пирожные могут быть полезными. Студенты Алтайского технического университета изменили привычные рецепты кондитерских и хлебобулочных изделий. Свои разработки они представили на конкурсе, посвященном 80-летию вуза. Чем не угодила студентам рецептура продуктов из магазина и как это можно исправить, узнавала Анара Шагирова. Мечта для сладкоежки. На выставочном столе не только красивые, но и полезные, как говорят сами студенты, пирожные и пирожки. К примеру, в этих лакомствах в стаканчиках только нежный шоколадный бисквит, кусочки фруктов и ягод. Никаких красителей и консервантов. Повышается и содержание витаминов, пищевых волокон за счет того, что мы используем бананы, вишню, арахис, такое вот сырье. Свои полезные разработки студенты, будущие инженеры-пищевики, представили на вузовском конкурсе. Одно из главных требований жюри – оформление в тему юбилея ЛГТУ. Но оценивать работы будут, конечно, на вкус и полезность. Мы повышаем их профессиональный уровень. Это неотъемлемая часть нашей практической подготовки. Поэтому то, что они сегодня сделали – это проба пера. Пройдет совсем немного времени, они у нас выйдут на производство. И, может быть, кто-то из них возьмет свою инновационную студенческую разработку, разработает пакет технической документации и уже в рамках профессиональной деятельности будет это внедрять на производство. В глобальном смысле цель этого конкурса, говорят организаторы, обратить внимание молодежи на то, что сегодня предлагает рынок и найти ему полезную альтернативу. К сожалению, пищевые добавки плотно вошли в нашу жизнь. Они есть у нас, в нашей жизни уже присутствуют и, наверное, будут присутствовать и в дальнейшем. Каждая пищевая добавка, которая используется в пищевой промышленности, она, безусловно, разрешена. И наше законодательство это регламентирует. Поэтому, теоретически, человек не должен получить вред от потребления продуктов питания с пищевыми добавками. И все же на практике, говорят технологи, выбирать тот же хлеб нужно такой, где состав понятный. Натуральная мука, вода, соль и качественные дрожжи. Но лучше, если позволяет время выпекать хлеб самому. Так безопаснее для здоровья. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. А теперь к другим темам. Любую проблему с электроснабжением барнаульцы теперь могут решить в центре города. Барнаульская гор-электросеть в свой день рождения открыла новый, уже третий по счету, офис обслуживания. С учетом сегодняшней логистики по Барнаулу, новый офис открыли недалеко от нового рынка, где ремонтируют мост. Таким образом, проживающие по той отрезанной стороне города могут без потери времени решить любой вопрос с электроснабжением. Одно положительное событие решили совместить с не менее приятным. Днем рождения БГС. Компании исполняется 61 год. Да, друзья, это свершилось. Раз у людей возникают вопросы со всеми ресурсоснабжающими организациями, в том числе и с нами, эти вопросы нужно решать, а, быстро, б, чтобы для людей это было максимально удобно. Вот с точки зрения удобства, мы и открываем еще один сервисный центр, вот он как раз, вот здесь, для того, чтобы людям, находящимся в центре города, не нужно было ехать тут ни на Старый Базар, ни на Сулиму. Помимо клиентского офиса гороэлектросети на Ленина 119, будет размещена часть подразделения варнаульской сетевой компании, которая занимается ремонтом и обслуживанием электросетей Октябрьского и железнодорожного районов. Несмотря на то, что и раньше в сторону БСК не было нареканий, теперь аварийные бригады смогут еще оперативнее реагировать на вызовы своих абонентов. Барнаульская гороэлектросеть сегодня открыла новое здание, которое позволит им более быстро реагировать на возникающие проблемы, то есть на аварийные ситуации и своевременно их устранить. Поэтому это мероприятие нужно и городу, и компании. В самом офисе все для удобства клиентов, как юридических, так и физических лиц. На входе большое фойе с удобными диванами для ожидания. Детская зона, яркий игровой уголок и сразу 8 окон для обслуживания клиента. Специалисты уверены, время ожидания в очереди будет минимальным. Мы хотим упростить общение людей с нашей компанией. Для этого появился новый фронт-офис. Всего БГС обслуживает свыше 240 тысяч клиентов. Сегодня для них, включая открывшийся на Ленина 119, работает три офиса. Еще два расположены по адресам Ползунова 50 и Энтузиастов 34А. Учитывая рост числа потребителей, компания не исключает, что вскоре откроет еще один сервисный центр для клиентов уже в индустриальном районе. Сервисный центр на проспекте Ленина 119А заработает для абонентов Барнаульской горы электросети уже 23 декабря. Они создают сюжеты и рассказывают нам о спортивных новостях края. И при этом стараются вести здоровый образ жизни. К примеру, каждые выходные гонять мяч. Правда, на любительском уровне. Но таком, что вот уже 8 лет действует журналистский мини-футбольный клуб. Сейчас он заканчивает очередные игры в краевом чемпионате и одновременно стартует в региональном футбольном кубке. В составе команды играет и наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Он-то и расскажет о результатах клуба перед Новым годом. Пишущая и говорящая братья или сборная журналистов Алтая. Активно с Наганьком пробивается к вершинам кубка по мини-футболу, организатор которого является Алтайская краевая ассоциация мини-футбола. Амбициозные планы еще у 122 команд из Барнаула, Тольменки, Бийска, Усть-Калман, Керебрихи, Тюменцево и так далее. Конкуренция зашкаливает. Результаты матчей неожиданны. Как раз сейчас представитель Бийского чемпионата, команда «Дружба» из Одномименного поселка в Целинном районе, вот она как раз прошла уже в самой первой стадии и идет до сих пор. И причем сегодня разгромила своего соперника, то есть вполне возможно, что может состояться очередной рекорд какой-нибудь. Такую сенсацию в прошлом розыгрыше кубка сотворили как раз-таки журналисты. Неожиданно для всех. Акулы-пера забрались в 1-32 финала. Это на секундочку лучший результат нашей команды, а ей уже 8 лет. В новом же розыгрыше есть цель побить установленный рекорд. Первая ступень, через которую мы перешагнули, называлась «Пятерочка». Сложности были и с соперником, и с площадкой. Коммунатчик, в котором играем, кубок – достаточно сложный зал. Большой, для быстрых молодых футболистов очень приятный, но для пожилых ястребов тяжеловатый. В воле случая в команде есть и, так скажем, ястребы с опытом, и «Птицы» чуть помоложе. Такой сплав доставляет огромные проблемы для обороны соперников. Наша задача – отстоять свои ворота сейчас. На контратаке их поймать. Могли уже три куда положить, но вообще не сходят. В матче против «Пятерочки» в первом тайме получилось забить лишь однажды, а вот во второй половине встречи на раз-два получите – распишитесь. За минуту – два гола. Правда, позже и соперник забил. Кураж игры был такой, словно сыграли на скрипке. Победа 5-2. В эти выходные команду ждут два матча. Кубковая игра в субботу. 13.00 – зал «Коммунальщик». И последний решающий матч в чемпионате. В воскресенье в зале «Агау» в 9 утра. Там и будет понятно, с медалями мы или нет. Согласитесь, интрига не хуже, чем в финале чемпионата мира. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции – 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд – о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok